приветствую вас дорогие друзья вы как всегда в гостях у елены и начинаю новый влог деревенская жизнь нуля дорогие друзья сегодня очень холодно сегодня 13 сентября но все цветет по-прежнему все красиво теплицу я не открыла там форточки работают они автоматически их четыре больших вот но я сейчас сходила в теплицу так и набрала огурцов еще ведро вот набрала холодной воды замочу пока их вот пока приготовлю баночки этот раз набрала прям все маленькие такие хорошенькие я все закатываю даже если появляются большие я их тоже закатываю я уже показывала рецепт салатов но я не довожу до той степени что прямо ну крупные кстати в этом году у меня сорта такие ну классные я их поперепутывала меня часто спрашивают что за сорта но дорогие друзья я не могу сказать пакетики будем шуршить шуршать зимой и как бы я их там увижу и расскажу вам вот очень хорошие вот те что были маленькие вот такие они больше не делаются есть один такой куст и когда стареют даже они я показывал уже большие вам они не семян много не закладывают вот целая ведерко буду делать по болгарски у меня есть на канале этот рецепт не буду показать и посмотрите сюда я набрала посмотрите это на семена я собираю об этом сорте я вам расскажу взвешу их покажу внесу как говорится в лучшие сорта в каталоге они будут у меня это марконе красный марконе черный у меня уже кто покупал все довольны кто писал во всяком случае вот а это марконе красный так что пожалуйста заходите на почту я ссылочку оставлю внизу в описании под видео и заказывайте шикарный перец вот скоро появится в плейлист новое видео вот они и частично томаты вот так вот дорогие друзья он выглядит вкусный он не очень толстый но и не тонкий нормальный перец его можно и тушить и жарить и лечу из него делать кушать просто так я вот его все лето разрезала снимала семена и кушала вы не представляете какой он сочный какой он вкусный ароматный вот знаете какой аромат прям перца перца аромат не знаю как еще сказать вам прямо перечный перечный очень ароматный дорогие друзья и заморозить можно дольками стружечкой такой зимой добавлять в еду я считаю что перцы нужно иметь разного сорта потому что каждый пойдет для своего дела кто-то для фарширования пойдет кто-то на заморозку на зиму кто-то кушать летом какой-то перчик перчик кто-то закатываться кто-то мариноваться в общем всяческие нужно разные сорта точно так же как и томаты вот перцы смотрите какие классные все они у меня есть в каталоге и вот такой же обзор тоже видео он у меня повял я буду снимать семена вот так вот отрезаю крышечки и крышечки замораживаю не сам перчик и зимой вынимаю и фарширую это просто нечто дорогие друзья у меня очень много заморожено и еще хочу вам сказать очень долго лежит вот я разморозила ларь вот мы размораживали и я достала это было в конце июля и сфаршировала просто прелесть ничего ему не делается дорогие друзья всем привет всем привет бусинка передает моя кошечка ты моя сладкая кошечка ну где где не скажи всем привет котик мы ложись давай как ты умеешь ложись моя кошечка мамина девочка такая классная такое зернулька ах ты ж моя куколка как ты любишь обними ручку мою обними она бывает так обнимет своими лапами мою руку сейчас от не хочет сейчас пожелание просто хотела показать и она только пожелание красолючка вот так вот а вот она любит об меня оттираться натираться где моя девочка где где моя кошечка все убежала вот она вот ведь что она творит вот 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 мамина об руку мою дизелька моя ты моя кошечка пушистая ах ты моя куколка вот вот как мы любим вот скажи на улице дождик мама тут занимается консервациями а я ей помогать пришла вот мы делаем вот так вот мы делаем и так девочки у меня уже водичка кипит я буду снижать градусы так сказать и заливать вот вышла у меня огурчиков смотрите какие хорошенькие литровые банки 6 банок огурчики по-полгарски именно литровых банках я и делаю я этот рецепт и выводила долго я получила его этот рецепт он не совсем мне понравился и как бы я доводила сама там видео я рассказываю если кто придет по ссылке об этом вот такие дела так что я заливаю это вкуснейшие огурцы я хочу вам сказать что первыми огурчики съедаются именно по болгарски вы и рассол выпить и и огурчики все прям и вы знаете вот для семьи вот например раньше то я делала 3 литровую банку потому что детки были до открывала одновременно и салат какой-нибудь делала и плюс так съедали детки а сейчас конечно очень хорошо сделать это в литровых банках просто здесь рассол берется на пол литра воды вот а раньше когда я его только нашла этот рецепт он был просто на трех литровую банку я его вот так вот рассчитала как бы плюсы минусы добавила убавила и вот делаю в литровых банках и по вкусу здесь было гораздо больше этого уксуса 9 процентного а я дорогие друзья вот таким образом мы делаем я и здесь конечно же оставлю рецепт тоже внизу под видео если не забуду так сейчас залью еще те две банки и одновременно у меня я поставила крышечки на я поставила маленький огонь так как у меня получается что быстрее бы они вскипели не люблю когда перекипают крышки значит заливаю один раз и второй раз заливаю с рассолом и ничего не делается эти баночки огурчиков у меня хранились еще дома в квартире я же вам показывала в диване на кухне затем у меня в коридоре на шифонере вот который здесь сейчас с посудой черный там 2 2 прихожие у нас квартире и в одной в углу стоял этот шифонер там темно главное чтоб не попадали прямые солнечные лучи она чтобы это было темное место вот а там она у нас одно из темных мест поэтому очень даже хорошо хранится самое главное здесь стерилизация помыть хорошо банки простерилизовать их вот и все прекрасно хранится если вы боитесь если вы боитесь есть такие неуверенные люди когда закатывают закатки и то и дело пишут а будут ли стоять вот всегда читаешь этот вопрос и смеешься ну просто так ну просто смешно становится я так делаю у меня долго хранится а меня спрашивают а будут ли так стоять так я же их делаю уже они уже у меня проверенные стоят это если я буду делать первый год вот как я по рецепту светочки ладисад привет тебе светочка если ты смотришь то я не знаю вообще знаю что все писали что очень вкусные и светочка говорит и все так вот я первый год сделает тоже вам такой рецепт выложила там вместе с черри моей черри мой рецепт и огурчики от светланы вот то я не могу сказать стояли и все такое я же вам там сказала что первый раз пробую но эти огурцы очень давно еще когда мои дети учились в школе так что а его сейчас у меня внуки так что пробуйте чуть-чуть попробуйте вы посмотрите почитайте комментарии насколько люди пробовали и сказали что прям первыми съелись а кто-то там написал что сделали прямо не дождавшись осени как бы ну это зимы то есть они их съели вот тем больше что это в литровых банках рассчитанная вам все рассчитала все дала пробуйте и делайте вот ну все сделаю и сейчас буду еще мыть свеклу и буду еще отваривать а еще буду мыть одну часть свеклы и покажу что я буду с ней делать для хранения дома а одну часть свеклы которые у меня в теплице сегодня если хватит сил девочки уже сейчас будут выходные буду делать на этих выходных на субботу и воскресенье буду убирать уже многое что из теплицы потому что она у нас там еще для стройки все для ремонта да и вот передают уже холода вот передали артем не позвонил что в истрии врузии и вот будет мороз доме до минус 1 уж не знаю насколько это правда он говорит что слышал по телевизору или по радио передавали в общем вот так но все равно потихонечку буду убирать сегодня уже какое число да уже хотя я вам хочу сказать что я в октябре в первых числах все убирала конце сентября убирала все из теплицы но я вам покажу у меня там и перцы все вот все все еще растет вот мои хорошие видите мне растут еще спеют полно там перцев ну конечно же я все это оставлю тепличка у нас хорошая надеюсь что будет хорошо итак дорогие друзья поставила термо чтоб скипел потому что я с утра еще не пила чай пила кофе а кофе не варила на плите так сказать и все уже помыла залила внутрь пар я горячей водой залила обязательно до отметки вот закрываю это который покрупнее мне еще дали я уже одну партию сделала это мне еще удали свеклу я делюсь огурчиками томатиками перчиками а со мной свеклой вот эту свеколку видите который оставила маленькую тоже такая она классненькая посмотрите на нее смотрите я сейчас ее запеку в фольге духовке и буду лакомиться а представляете зимой я так люблю зимой запеченную свеклу чтобы она была тепленькая такая вот только-только свежей запеченной это вкуснятина необыкновенная так и так сейчас включу не буду одной рукой все это делать и пусть готовится и из вот этого я значит запеку тоже сейчас вместе буду запекать на одной полочке запеку смогла на другой перчики но не все какую-то часть я буду нарезать дольками такими соломочкой вот еще нарежу и с помидорами и помидоры нарежу сделаю такую заправку для супов там ну вот в общем для первых блюд да можно и не только для первого заморожу в пакетиках я раньше делала да и сейчас по моему я сделала два пакета туда и зелени добавляла в общем все овощи шинковала но смотря для чего мне нужно и большими и мелкими и все вместе это замораживала было очень вкусно туда и приправы и укропчики петрушка я вот это все доставала и добавляла сельдерюшечку все такую заправку вкуснятин скую делала это очень вкусно а еще расскажу вам хороший рецепт один не знаю я позже буду делать но у вас наверно сейчас уже сбор у меня то еще долго будут по гору в теплице спеть вот я из последних это делаю я показывал вам перечную пасту вот как томатную пасту так и дело перечную у меня есть такой рецепт на канале но я сейчас вам расскажу как делаю еще я значит на пол-литровую баночку или даже еще меньше баночки берите значит так значит как рассчитать соль берете выкладываете в пол-литровую банку наполняете этой массой но не сильно полное чтобы оставалось туда и вот west в эту массу вы добавляете две столовые ложки соли все это как следует размешивать с горкой прям не бойтесь что это солено и она у вас и будет вот эта паста как говорится свежая хранится в холодильнике хранится на в холодильнике стерилизованные чистые баночки крышечки сухие вот я многие овощи много овощей так храню вот и зимой конечно нужно помнить об одном что добавляя вот такой вот пасту из холодильника свежую не замороженную или там еще что-то вы должны помнить что там соль и солить просто ваше блюдо в конце или добавлять какую-то часть например если вы варите мясо потому что мясо должно вариться в соленой воде чтобы вкус вкус взять это просолиться мясо не соленое невкусное какую-то часть и досаливать уже вот этой приправой потому что эта приправка кладется за минут пять до окончания варки в общем я думаю вы поняли и хранится вот эта паста практически весь год самое главное не лазить туда грязными ложками я например вот честно скажу просто беру чистую ложку и выкладывает сразу ложку на мойку или же из баночки прямо наливаю вот так аккуратненько вытираю горлышко закрывая и убирая обратно то есть этот этот вариант хороший чтобы вы не нанесли сюда непонятно что перчик это тоже это перец своего рода такой тоже как консервант действует он ему ничего не будет девочки ни в коем случае он такой перечный такой сильный ничегошеньки не будет ему вот я знаете как еще первый раз пробовала это мой мой первый первая моя проба я добавляла на пол-литровую значит баночку столовую ложку уксуса 9 процентного и размешивала и накрывала а потом одну сделала без я поняла что и так и так хранится так лучше без уксуса то есть вот такие дела дорогие девочки и мальчики тоже девочки вот так вот я запекаю вот мне очень нравится вот это вот сковорода гриль грильница я просто ее обожаю покупали мы в хове ничего дорогие друзья с ними делается просто классная по моему от фишман я не помню нет не от фишман это мы покупали ой я не буду говорить и ничего потому что запуталась мне много посуды и забываю где покупала просто спрашивают я тут же говорю чтобы не писать в комментариях в общем либо это фишман по моему либо мы покупали в хове посмотрите какие баклажанчики просто прелесть я уже девочки убрала последние баклажаны я все время вот в этой белой штучки складываю и кажется как будто бы я постоянно одна и та же все лето покажу нет конечно это свежий баклажан только сорванные дорогие друзья просто его сюда положила вот все время вот в этой белой мисочке я складываю мне нравится их тыкает туда и за раз как бы я собираю вот столько здесь было больше я вчера потушила еще покушала вот все уже убрала кусты первые вот вчера прямо убрала вечером заходила посмотреть что и как там и выкинула все уже не буду оставлять огромные тела пухи там полно завязи вам показывал но не буду не буду просто у меня никто их не любит то есть артем не любит детям то и дело не поедешь туда отвозить это дело и как-то я уже все не хочу их значит что сделать нужно с овощами уже показывала я сейчас оболью маслицем полью маслом вообще в принципе этому нужно делать отдельно в миске большой я делаю обливаю маслицем солью и потом раскладываю можно любую какой-нибудь как как вы хотите приправу это тоже хорошо да это тефлоновое покрытие тут ничего не не тефлоновая а забыла как называется это покрытие тут ничего не пригорает совершенно ничего все прекрасно у меня в это я запекаю картошку можете микс какой-то убрать вот эти две штучки сюда несколько картошечек небольших то есть можете микс собрать и выпекать здесь значит у меня в пергаментной бумаге свекла можно в фольге можно в пергаменте она мне очень нравится на томится обожаю пергамент лучше люблю и курицу и все в пергаменте запекать хотя я у меня это тоже форма шикарная и просто обожаю эту посуду тоже я могу все это выложить на дно все это и накрыть сверху фольгой запекать но мне больше нравится вот свекла чисто фольге и именно еще больше нравится в пергаментной бумаги очень хорошо все выпекается если кстати тоже лайфхак такой наверное многие уже знают если у вас есть форма какая-то сковорода где что-то пролипает вы на дно постелите пергаментную бумагу кружочек какой-нибудь вырежете и все прекрасно даже на сковороде на огне вверху можно жарить на пергаменте пергаментной бумаги на промасленная ничего у вас не будет пролипать ну вдруг у кого-то нет возможности купить новую сковороду или вы просто любите старую она уже начал там пролипать ну вот к этому я сказала и буду ставить выпекать дорогие друзья решила пойти отнести на компостную кучу ведро и подумала показать это вам не похвалиться просто показать смотрите у меня всегда есть вот такой ведерочка здесь на террасе и когда я что-то готовлю я заношу домой естественно она должна быть с крышечкой я всегда очистки сюда чищу эти у меня тут и чай вот и огурчики срезанный лук даже салфеточка вот я просто стол вытерла и сюда вот бросила все это я уношу на компостную кучу девочки земля получается просто прелесть но не забывайте не только вот в одну кучу складывать вот буду сюда вот в одну кучу складывать вот этот компост вот эти остатки как говорится со стола либо очистки вот единственное что я туда не выкладываю это очистки картофеля раньше выкладывал сейчас не знаю почему этого я не делаю ну это другая история как-нибудь расскажу вот значит обязательно нужно прокладывать какие-нибудь веточками травичкой вот у меня там сейчас обычно к осенью даже и летом какое-то растение цветает вы обрезаете но чтоб они не были больные это вы наверно тоже понимаете об этом скошенной травой затем земелькой сверху присыпать то есть чтобы вы делали бутерброд не только вот эти вот остатки ни коем случае потому что у вас это все очень долго будет гнить когда я показывал свой компост никто мне тоже там много девочек писали что у них не получается что все непонятно там очень долго как это у вас может там за год что-то перегнить или еще чего-то дело в том что нужно правильно компостировать все что скошенная трава что ну когда вы делаете перегной что листовое листовая земля вот это вот дерновая земля когда снимаете дерн с травичкой да что-то хотите посадить и вот у вас газончик или даже не газончик вот эта верхняя часть я ее собираю из нее тоже я делаю кто со мной тот знает здесь сейчас быстро не получится рассказать обо всем я уже много рассказывала везде я вкратце тут напоминаю это очень здорово что все это можно нам тем кто живут в деревне деревня кто живет на даче делать свой компост значит перемежать нужно и обязательно нужно это поливать идеальный компостник это найти он очень мне нравился папа всегда делал замечательный это компостер у него был и что мы сейчас будем с артем начали уже делать обитый короб большой деревом и между ними вот такие щели между досочков для того чтобы это все тоже дышала и вверху у него значит крышка была и еще это одна компостная значит куча большая компостник 1 большой был у него а следующий компостник был просто сверху сетка вот такая типа ну тоже как крышка но мелкой сеткой ну сверху была мелкая сетка обито вот этот вот квадратик из дерева то есть как окошко вы понимаете этих четырехугольник вот и больше ничего сверху низкла не клал то есть шли дожди это все перегнивала если вот и где-то затянется жара он туда просто пленочку сверху вот положит пленкой накроет и вот этой дверцей из сетки прикроет и обязательно проливал нужно проливать девочки вот например моешь рыбу моешь мясо я никогда это не выбрасываю это я от родителей взяла они обязательно ходили вот так вот поливали по компостнику разливали вот эту водичку вот если вы не хотите этим бошкаться возиться то можно просто водичкой проливать понимаете компостирует слова компост компостировать то есть выкладывать один второй третий слой ни одно и то же вот это все высыпать туда и нихая на там себе само там компостируется и разлагается нет ни в коем случае и вы знаете вот я сейчас у меня получается огромная огромная куча дерновой земли я весь сад а как это распустила по всему саду и вот следующем видео я буду до наше быть последние тачки этой земельки и другой уже высаживает цветы вы видели плюсом и строили террасу и тоже снимали дерн еще две кучи огромной никогда это все я не выбрасываю еще очередная земелька будет потому что верхний слой слой самый плодородный злаки и все такое вот так что вот такая вот красотень дорогие друзья и следующая кучка вот левая вам показывала на меня просто так временно накрыта потому что артем там копал устанавливал этим стал бы для того чтобы сделать но только просто у нас очень много дел если бы я это могла сделать то хотим уехал на работу бы я бы это сделал сама но это мужской тяжелый труд хотя я могу только поддержать ему где-то подать что-то вот а все остальное конечно могу и досочки прибить и все это но самое тяжелое конечно нельзя это делать то мы просто накрыли такой материал специальный противоветровый плащовый такой я показывала накрыли сверху и все следующее у меня сейчас открытое ну вот я туда складываю сейчас буду относить сверху немного травы у меня там есть уже травичка сложена сбоку вот потом когда я увижу весь этот слой что он заставлен не одно же ведерочка вот так вот просто раскидываешь и когда уже видишь такой слой прям какой то какое место например квадрат у вас какой-то 2 на 2 то потом земельку сверху вот так я травкой закрываю чтобы вот это не было открыто травкой высыпала травкой а затем когда все весь этот квадрат будет засыпанный вот этими очистками отходами то я накрываю уже землей сверху накрываю говорю ну высыпаю земельки сверху можете даже вот например просто огородной земли набрать и это даже очень хорошо можете из компостника рядом тоже чуть насыпать сверху тоже неплохо будет то есть постоянный оборот вот этот потому что девочки мы знаете с грядок собираем все до урожая огромный вот набрали все красота убрали все с грядок и все и на следующий год ждем опять но ведь вы взяли грядочка то вам дала эта земелька так будьте добры хотя бы половину отдайте обратно весной вы внесите компост туда потому что получите плохой урожай вот отсюда и говорят что не уродилось то не уродилось это да потому что питание нужно давать земельки то просто так ничего расти не будет ладно девочки пойду отнесу ну что ж баночки у меня готовы дорогие друзья все прибрано все чисто покажу я вам их уже следующей серии нашей деревенской жизни с нуля сейчас буду заниматься откроем сейчас с вами мультиварку посмотрим что со свеклой сегодня очень много свеклы потому что я уже все хочу уже все на зиму все уже убрать и сделать и дорогие друзья я сейчас буду освобождать от водички свеклу буду нарезать ее кубиками конечно холодная должна быть разложу по пакетикам и заморожу я ни на какие противни никуда ничего и и просто холодненькую такую нарезаете она него не влажная сухая и убираете ее в морозилку естественно пакетики делайте большие маленькие какие хотите вот например вы знаете сколько будет кушать борщ во у вас человек дома вот на них и рассчитывать в пакетиках и конечно же обязательно я нарежу вот эту вкуснятину но я наверное вам не наверное точно покажу в следующей серии так сказать потому что сейчас уже будет поздно и я понимаю уже что у меня очень большое видео получилось и коли уж речь шла о свекле дорогие друзья что я буду с этой частью делать как я уже вам сказала я ее помыла она у меня сейчас подсохнет и я обрежу прямо сильно сильно вот вот это вот как мы говорим попку и здесь даже хвостик обрежу вот даже не побоюсь вот так вот для того чтобы она посохла хорошо и потом уберу в пакеты и можно вот таким образом прямо убрать в пакет в подвал я вам уже про это рассказывал но поскольку сейчас снова снимается видео домашние серны я показываю вам дело в том что свекла будет очень хорошо хранится и не будет прорастать вот здесь вот эти вот всякая ботва и здесь тоже потому что вот эти волосики желательно их убрать я прямо руками все это убрала перчатки одела и убрала чтобы свеколка была вот вся чистенько видите уже высохла на смотрите какая чистенькая хорошенькая осталось только мне вот здесь обрезать и конечно же хвостики вы сейчас не скажете найдутся такие которые скажут да она и так прекрасно хранится в подвале естественно если у вас есть я на если у вас мне кажется об этом все знают от наших про про если есть я мы которые не теплая начиная 0 на 1 ну пусть два градуса то это прекрасно дорогие друзья у вас сохранится все нормально естественно где вы все корни плоды храните чтоб там еще и если что-то потеплее у вас есть то естественно из вентиляции какая-то все такое чтобы это не зарастало вот очень прекрасный хорошо эту часть я вот так обрежу я положу у себя в холодильнике у меня большой холодильник 2 овощницы и прекрасно мне хватает места мы вдвоем с артемом много хранить там не надо я вообще в принципе фрукты вот это все когда покупаю я мы не покупаем много я сразу их мою и выставляю на барную стойку либо на стол куда вы ну в общем чтобы видели эти фрукты чтобы ели потому что чаще всего бывает кладете в холодильник и забываете что есть яблочки или еще что-то а так ходишь вы мотахо взял погрыз и все это очень и очень даже хорошо девочки вот вот вам совет такой дам кто-то так может не делает значит я всегда оставляю с осени одну овощицу и всегда в нее кладу и вы тоже можете если у вас небольшая ну не две овощницы 1 вот несколько свекол тоже неплохо но я делаю такой натюрморт себе там значит всегда у меня есть вот свекла я даже показывала вам ну пакет значит дальше у меня вымытая морковь точно также обрезаю тоже также сохраняю сельдерей если из черешковый тоже тоже вам всегда показывала значит у меня лук порей поздно убирает тоже высушиваю аккуратненько заматываю правда сразу его в плите полиэтиленной пленки пищевой я вам тоже показывала и пару штук всегда кладу все у меня много овощей вот таки чтобы на начало не ходить мне какие в подвалы не мыть просто отдохнуть от осенних работ летних мы же уже устаем к осени не зря бог дал нам зиму дорогие друзья чтобы мы могли отдыхать от огорода и это хорошо что у нас есть различные времена года все нам во благо бог создал вот и в любой момент раз достали все а все уже то что мы оставляем в подвал вот так же мы можем отнести и открытые пакеты оставить обычные с ручками черные вот у меня пакеты набирайте и не закрывайте просто ставьте их туда она чистая будет не будет прорастать будет прекрасная это это просто прелесть а то что сейчас я буду нарезать это еще лучше достаю и даже не надо вот это убрать из холодильников по первой а дальше уже когда зима уже наступит все я уже буду брать вот из подвала в общем одним словом вот такие дела запекать вот это очень хорошо заносить она уже чистенькая понимаете салфеточкой протер и тут же в духовку фольгу и вот тебе она готовая а еще можно вот такую свеколку особенно те кто выращивает растения дома кого есть лампы посадить в один горшочек 2 3 свеколки и свеколка даст вот отсюда листочки и у вас будет листовой зимой салат свекольный будут листья будут витамины это классно вот все на этом я прощаюсь желаю вам как всегда всего самого доброго самого хорошего мира любви добра дорогие друзья устрояйте свой дом теплоту уют выращивайте различные вкусности на огородах и это же все будет во благо вашим родным и близким но а уж они вас обязательно похвалит респект вам обеспечен дорогие друзья да и самому это будет очень приятно ну конечно же это для тех кто это любит все вы как всегда были на канале в гостях у елены и деревенская жизнь с нуля пока пока и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, мы говорим одно, потому что видим так, а когда начинаем делать, совершенно другое получается. Где есть такие люди, которые говорят вот так и все у них идеально получается? Да нет таких людей, дорогие друзья, нет таких людей. Вот мы хотели, чтобы эта печка была на столе, теперь я не хочу ее на столе, теперь будет у меня специальный ящик здесь, где будет она, открытый такой ящик. Понимаете, тут каждый раз, как удобнее, как лучше, человек сам для себя делает, как ему удобно, так что сегодня мы так думаем, а потом раз, получается по-другому, как бы не хотели мы, но получается по-другому, так что вот такие дела. По-другому уже будет у меня, не будет она на столе, потому что места мало, мы уже там в процессе уже видим. Так, ставлю выпекать, вот я на 40 минут. Печку спрашивали, печка BBK отличная, очень мне нравится. Вверх-вниз, потому что у меня там свекла стоит, а там овощи. И ставлю выпекать при 200 градусах. Вверх-вниз, дорогие друзья, вот видите. Но, честно скажу, смешно прямо, я ее не включила. Видите, у меня там, здесь вот у меня, видите, как очень удобно. Картофель, все здесь вот, видите. Пока не закрыли мы здесь ящиком, потому что заодно проведем и канализацию сейчас проводим, очень удобно. Там у нас наш обогреватель будет под вот этим ящиком. Ну, я имею в виду обогреватель воды. Все со временем. Отодвигаю и включаю. Не включили. В общем, сейчас включу и покажу. Артем позаботился. Обязательно там вот у нас, видите, есть две розеточки. Очень удобно и очень хорошо. Заранее мы все планировали. Обязательно, чтобы были розетки. Вот здесь, секундочку. Вот, смотрите, еще две. Вот, видите, ну он вам показывал. Мы показывали, я снимала вам, как он делал. Видите, это варочная поверхность. В общем, сейчас все сделаю, включу и покажу. Ну что ж, дорогие друзья, подключила я. 40 минут. Значит, вверх-вниз. И 200 градусов. И с обдувом свет и обдув. Очень хорошо выпекает. Я очень довольна. Гриль снизу, гриль сверху. Все прекрасно. Сейчас очень быстро все испечется. Сейчас подниму. Когда двигало, упал противень. Сейчас я его подниму. Все. Вот такие дела у нас. Пока. Вот так. И я довольна. Главное, что я живу в деревне. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.